Еще большее количество христиан телезрители ТБН принимают участие в событии года Тури в Израиль с нашим телеканалом. С места событий сюжет нашего собственного корреспондента. Паломнический тур события года с телеканалом ТБН с первого дня захлестнул своей насыщенной программой каждого участника. Около 5000 человек из России, Украины, США, Южной Америки, Сингапура, Таиланда и стран Европы собрались в Израиле, чтобы провести 7 незабываемых дней. Уже 7 сентября в Иерусалиме состоялось заседание комиссии Всемирного христианского совета, а также встреча Ассоциаций христианских церквей «Союз христиан». Свой первый шаббат представители телеканала ТБН начали с прямого эфира из Иерусалима. Субботний день тура события года начался с посещения богослужений. Церковь «Царь славы» в Хайфе принимала одну группу участников тура, а вторая группа посетила церковь «Дух жизни» в Назарете, в которой гостем была вице-спикер Кнессет Алия Шемтов. В преддверии еврейского Нового года Лея поздравила участников тура и пожелала благополучия в семьях, мира на Святой Земле и по всему миру. По окончанию служений участники тура направились в Галилею, чтобы ступить на борт той самой лодки, с которой Петр ловил рыбу, и там же прямо на борту были совершены молитвы благословения на разных языках. Сегодня мы катаемся все вместе на лодке по Галилейскому морю. Это просто незабываемо, вот так я скажу. Потому что одно дело, когда ты смотришь на это как историческое место, а другое дело, когда в этот момент ты представляешь себя, как будто бы Иисус здесь плавал на этой лодке. После увлекательной прогулки по Генесарецкому озеру каждого ждал вкусный обед «Рыба Петра». Прямые эфиры из Иерусалима, многочисленные экскурсии, новые знакомства, совместные молитвы, служения оставят незабываемый след в сердце каждого. Впереди еще много нового и интересного. Пожелаем же каждому участнику тура действительно пропитаться атмосферой Святой Земли, чтобы заряда радости, восторга, веры и шалома хватило аж до следующего тура с телеканалом ТБН. Пресс-служба телеканала ТБН Израиль.